Главной чертой современного общества является широкое внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Наталья Николаевна, учитель информатики, у самой две дочери, младшие 15 лет. Она отмечает, что зависимость от смартфонов и компьютеров уже вошла у людей в привычку, но подростки находятся в зоне риска, потому что моментально впитывают любую информацию, способны быстро увлекаться, а хобби могут оказаться небезопасными. Например, речь о так называемых группах смерти, где молодых людей последовательно и со знанием дела подводят к мыслям о самоубийстве. Я считаю, что до детей эту информацию доносить крайне важно. И если мы сейчас это не остановим, то что дальше будет, это даже трудно подумать, потому что уже это перешло точку невозврата, дети уже погружены настолько. Решением проблемы могут стать фильтры в доме и школе, ограничение доступа к опасным сайтам, сокращение времени пребывания в социальных сетях. Хотя полностью оградить ребенка от нежелательной информации вряд ли получится. Сейчас повсюду можно найти точки раздачи беспроводного интернета. В рамках индивидуального проекта в том же сельскохозяйственном техникуме провели анонимный опрос. Больше половины рассказали, что пользуются интернетом более пяти часов в день. Лишь 12% студентов ищут информацию в учебных целях. Банально нужно быть внимательней в интернете, в социальных сетях, нужно быть внимательней, присматриваться к тому, кто тебе кидает заявку в друзья. Данная тема, это сейчас очень актуально. В группах везде у нас идет информационное, такие вот, ну как бы неспокойствие. Поэтому мы здесь сегодня собрались, чтобы найти пути, средства решения данной проблемы. Речь идет не только о группах смерти. В сети можно встретить агитаторов различных экстремистских организаций, торговцев наркотиками, зазывал в виртуальное казино. Круглый стол не ограничится простым обсуждением. Лучшие предложения войдут в резолюцию. Ее отправят в городское управление по делам молодежи.